Деяния апостолов, глава шестнадцатая Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и присвятерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Труады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая по границею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. И, идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Всеи человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведшие их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавшись с них одежды, велели бить их палками. И, давшие им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, — Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня. Вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и силе, и, выведший их вон, сказал, — Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, — Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в дом его, и, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его, и, приведший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, — Отпусти тех людей! Темничный страж объявил о всем Павлу. — Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, — Нас, римских граждан, без суда, всенародно били и бросили в темницу, А теперь тайно выпускают. — Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, и пришедшие извинились пред ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Субтитры создавал DimaTorzok